МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Деньги женщинам в Рязани посмотрели на бизнес женским взглядом. Спокойно, без паники, работает Центробанк. Что будет с картами и валютными вкладами, разъясняют эксперты. Мы вместе. По сбору гуманитарной помощи районы ни в чем не уступают Рязани. Сегодня в экономическом секторе региона значительная доля организации работает под руководством женщин. И надо признать, что вы и ваши коллеги делаете это эффективно. Об этом заявил Николай Любимов на первом региональном форуме под названием «Бизнес. Женский взгляд». Что обсуждалось на форуме, расскажем далее. Ольга Раевская, специалист по транзитной наружной рекламе. На первый региональный форум «Бизнес. Женский взгляд» пришла вместе с подругой. Обе – бизнесвумен, которые и вне площадок часто советуются с друг с другом, обмениваются опытом. Здесь же мероприятия масштабнее, и можно не только коллег по интересам найти. На форум пришла, в общем-то, наверное, узнать, какие сейчас изменения будут в наших мерах поддержки, потому что я как социальный проект уже давно сотрудничаю с администрацией города, с центром «Мой бизнес», которые уже ежегодно нам во многом помогают и действительно слышат наши проблемы. Опыт Рязанской области по поддержке и оказанию помощи малому и среднему бизнесу признан одним из лучших в России. Рука у региона, что называется, набита. Например, уже принято решение по декапитализации фондов развития промышленности и поддержке малого и среднего бизнеса. Сумма доходит до полумиллиарда рублей. Сознан уже и активно действует региональный штаб о реализации таких оперативных мер для поддержания экономической стабильности. Это, конечно, нам позволит максимально оперативно реагировать на изменяющую ситуацию, качественно работать по пакету антикризисных мер, которые уже на федеральном уровне в правильном порядке были приняты. Форум «Бизнес. Женский взгляд» в регионе впервые. Давно известно, что в Рязани наряду с бизнесменами есть и «Бизнесвумен». И проекты идут практически параллельно. Направленность просто разная. Поддержка слабому полу такая же, как и сильному. Исключений нет. В 2022 году в цель снижения нагрузки на бизнес по поручению губернатора Александровской области были разработаны следующие меры. Сниженные ставки налога на имущество организации в отношении объектов, обладаемых от катастрофы стоимости с полутора процентов до одного процента для организаций, применяющих упрощенную систему налога обложения, до 0,8 для организации потребительской кооперации. Бизнес-форум скоротечен всего один день. Поэтому здесь и тренинг от клинического психолога, и мастер-класс от сертифицированного специалиста. Но что и правда немаловажно, это то, что можно на этой площадке найти единомышленец, обменяться опытом и даже составить наметки плана развития. Ведь, как сказал губернатор, важно, чтобы все принятые на форуме решения были поддержаны. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Международные платежные системы визы и мастер-карт с сегодняшнего дня прекратили работать с российскими картами. Но платежи внутри нашей страны по-прежнему доступны. Специалисты Банка России разъяснили порядок их работы, а также ответили на вопрос, что же делать с валютой. Виза и мастер-карт вне закона. С 10 марта ими нельзя оплачивать покупки в магазинах, в том числе онлайн, перестали работать Apple Pay и Google Pay. Есть одно исключение. Все это не работает только за границей. В России их функционал особо не изменился. А у карты МИР и вовсе не поменялось ничего. В общем, беспокоиться не о чем, говорят сегодня в Банке России. Сохранность средств и их доступность для граждан полностью сохраняется. Поэтому забирать средства не надо. Карты внутри России как работали, так и продолжат свою работу в привычном режиме до истечения срока действия таких карт. И все операции, которые нашим гражданам были доступны ранее, а именно возможность совершать операции в банкоматах, оплата в магазинах, на сайтах российских, также будет в полном объеме доступна. Говорить «гудбай валюта» сегодня тоже вроде как преждевременно. Да, у нас введен особый режим исполнения обязательств по валютным счетам. Получить на руки можно лишь до 10 тысяч долларов. Остальное по рыночному курсу в рублях. Эти ограничения для вкладов, открытых до 9 марта этого года. Если у гражданин несколько счетов в банке, то он также получит не более 10 тысяч долларов США. Вот на протяжении совокупности, на протяжении того периода, в который действует этот мера, а это 6 месяцев. Любые выдачи со счетов, они будут происходить по... Если эта выдача идет в рублях, в наличность, то они будут происходить по рыночному курсу. По данным Центробанка, валютных счетов до 10 тысяч долларов у российских вкладчиков подавляющее большинство. Поэтому большого ажиотажа ни на ограничения по сумме, ни на новый порядок выплаты не случилось. Меры поддержки сектора были подготовлены загодя. Максим Васильев, телекомпания «Город». 36 пунктов по сбору гуманитарной помощи работают в нашем регионе, 5 в городе Рязани, остальные 31 в районах. Рязанцы активно принимают участие в сборе помощи для эвакуированных людей из братских республик, приносят все самое необходимое. Средства личной гигиены, теплая одежда, продукты питания и вещи первой необходимости. Рязанский городской волонтерский центр, центр сбора гуманитарки. В районах таких пунктов 31. В качестве волонтера может присоединиться любой желающий совершеннолетний рязанец. Для этого достаточно зайти на портал Добро.ру и оставить соответствующую заявку по тем аккансиям, которые предлагаются. На данный момент у нас актуальны волонтеры-аниматоры, волонтеры, которые будут помогать в складах гуманитарной помощи, автоволонтеры. Не отстают от рязанских и районные активисты. В Кораблинском районе пункт сбора обустроен в местном совете ветеранов. По словам руководителя общественной организации Галины Малаховой, кораблинцы очень участливы и постоянно спрашивают, что еще принести. Статистика впечатляет. За несколько дней работы гуманитарке удалось собрать более 100 килограммов. Записываем все, что у нас пришло. Вот я сейчас немножко тут проверила, кое-какие товары у нас правильно-неправильно мы записываем все под счет. Приносят люди все. Пожалуйста, приносите еще. Потому что людям действительно тяжело. Люди нуждаются в этом во всем. И в постельном белье, и в туалетной даже бумаге. И ночные сорочки вот у нас приносят. И для женщин, и для мужчин. А вот в Михайлове пункт сбора гуманитарной помощи открыли в школе. Теперь это место повышенной активности. Пришла поддержать, оказать поддержку, помощь людям, оказавшимся в беде. Принесла гуманитарную помощь. И хочу всех призвать поддерживать этих людей. Потому что все мы люди. И сейчас, на данный момент, поддержать именно тех людей, которые оказались в такой ситуации. В Скопине активное участие в сборе вещей принимают школьники. Принимают, кстати, не только констовары, игрушки, но и ручные поделки. В основном активность проявляют у нас наши жители нашего города. Много вопросов задаются. А почему новые? А потому что соблюдаем санитарную безопасность. Вот не открытые пакеты, все упаковано. Очень сейчас идет активный сбор в школах. Вторая школа принесла нам констоваров. Очень много, но я знаю, что по школам еще идут сборы. В Рязанской области в пунктах временного размещения сегодня порядка 700 беженцев из народных республик ДНР и ЛНР. Все собранные вещи оперативно уходят тем, кто нуждается. По мере необходимости. Настоящая весна придет в регион в последнюю декаду марта. В отличие от необычайно теплого февраля, настроившего на весенний лад, пришедший март пока очень суров. До 14 марта погода будет определять холодный антициклон, а вот с 15 марта температура воздуха будет около нуля. Или даже слабо положительная. Арктический мешок с температурой на 7-10 градусов ниже нормы держит всех в ежовых рукавицах. Минусовые температуры и пронизывающий ветер создают совсем не весенний настрой. Почему же в начале весны 2022 в России, да и в других странах, холоднее обычного? Все дело в таком погодном явлении, как ланинья. Это глобальное явление, связанное с колебанием температуры поверхностных вод в Тихом океане. Именно оно снижает среднюю температуру на земле, сглаживая эффект глобального потепления. Настоящее мартовское безумие пришло в Центральный федеральный округ. В Рязани, Туле, Твери, Владимире, Ярославле, Калуге и Москве синоптики констатируют один из самых холодных мартов за все время наблюдений за погодой. Климатические качели, когда столбики термометров скачут от минуса к плюсу и обратно, могут привести к обледенениям на дорогах и проводах ЛЭП. Образованию снежных глыб на крышах домов, а также стать причиной опасных гололедных явлений на автомобильных трассах. Отступление холодов ожидается лишь в последние дни марта. 10 марта памятная дата, день архивов. Она установлена для привлечения внимания к достижениям и проблемам архивного дела. С другой стороны, это повод для следователей поговорить о старых уголовных делах. Уголовное дело об убийстве молодой девушки в Касимове еще 17-летней давности, наконец, можно закрыть. Тогда, в 2005-м, виновного к ответственности так и не привлекли, но его усиленно искали. Жестокое преступление было совершено. Он нанес ей свыше 60 ножевых ранений из-за ерунды. Причем, как он ножом ей наносил ранения, так и лопатой деревянной по голове бил. То есть там девчонку так он сильно, конечно, может сказать, изуродовал. Потому что она погибла на месте происшествия. В 2005-м году и в последующем было много версий. Но у него был определенный алиби, который мы друзья создавали. Уголовное дело пересмотрели, расследование продолжили. Повторный опрос свидетелей показал, алиби подозреваемого оказалось ложным. В 2020-м году убийцу осудили на 6,5 лет лишения свободы. Специфика следственного отдела, в котором трудится Сергей Шапошников, как раз заключается в расследовании тех дел, по которым предварительное следствие было приостановлено. Современные методики, применяемые экспертами, позволяют устанавливать многие обстоятельства совершенных преступлений, причастность виновных лиц. Экспертные подразделения в Следственном комитете существуют. То есть люди, профессионалы с большой буквы, они устанавливают наличие генетических материалов даже на предметах, которые хранились свыше 30 лет. Сергей Шапошников в отделе проследования особо важных дел преступлений прошлых лет работает с самого его основания, с 2019-го. Опыт в следственных органах солидный, больше 15 лет. Теперь он, как принято еще говорить, охотник на глухарей. В 2021 году у нас с сотрудниками криминалистиками дополнительно было изучено уголовное дело, разработан план следственных действий по данному уголовному делу. И в ходе его дополнительного расследования было установлено, что изнасилование девочки, молодой девушки, в 2000 году совершил человек, который в период с конца 90-х, начало 2000-х, совершил свыше 20 преступлений различной степени тяжести. Это и изнасилование нескольких женщин, грабежи, разбой и убийства, сопряженные с разбойами. То есть, ну такой закоренелый преступник. Этот самый преступник в руки тогда еще милиции не сдался, а пред задержание сам спустил курок. Однако уголовные дела закрывают только сейчас, как и это об изнасиловании. И таких дел прошлых лет сотни. Генетическая судебная экспертиза, дактилоскопический учет. Сказать заезженную фразу про «все тайное становится явным» значит ничего не сказать. Эти следователи доказывают тезис регулярно. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Обращение живописцев к религиозным темам актуально в любую эпоху. Интерпретация вечных тем в полотнах разных художников позволяет зрителю открыть новые грани в, казалось бы, известных истинах. Первая неделя Великого Поста всегда сложна для верующих. И в это время увидеть работы Андрея Миронова будет важно каждому. Выставка открылась сегодня в Приобанке и продлится до самой Пасхи. Брак в Кане, как и другие полотна, написанного евангельскому сюжету. Это картина о первом чуде, совершенном Христом, превращении воды в вино. Здесь, в этом сюжете, сплошные символы. Что здесь делает собака? Собака – это символ смирения. Мы вспоминаем Хананянку, которая упрашивала Господа вылечить ее дочь. И он сравнил ее с собакой. Это не потому, что он хотел ее унизить. Для того, чтобы что-то получить от Бога, нужно себя смирить. Все еще только начинается. Страсти Христовы еще только впереди. И очень скоро. Но, тем не менее, вот уже стоп за спиной Христа – это уже такой предвестник будущих Голгоф и Гора, то же самое. Много лет Андрей Миронов работал в милиции. Но, приходя вечером домой, снимая милицейскую форму, он доставал палитру и кисть. Это всегда было его призванием. К иконописцам Андрей Миронов себя не причисляет. Все-таки у икон совсем другой стиль написания. Однако библейские сюжеты – его основная тема. Руки тоже раскинут. С одной стороны, он приветствует этот мир. Он приветствует этот мир, в который пришел. И в то же время это некий прообраз уже будущего распятия. Кстати говоря, здесь внимательный зритель, здесь животных не два, а три. Если внимательно посмотреть, то можно найти еще божью коровку, которая тоже выползла и снимает. И тоже она вот интересна посмотреть на своего создателя. Говорит, что творчество его вызывает разное мнение у созерцателей. Наверное, именно в разнообразии мнений как раз и заключается смысл искусства. Главное, что никто не остается равнодушным. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 7 по 12 марта. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова